дорогие рукодельницы приветствую вас на канале колыбель искусства с вами мирослава и сегодня на мастер-классе я покажу как ваши дети смогут с легкостью сделать вот такой оригинальный подсвечник и творчески с удовольствием вместе с вами провести время сегодня для работы вам понадобится обычная стеклянная банка фоамиран акриловая краска клей ну собственно это самый основной перечень материалов полный перечень вы увидите под видео в описании будьте внимательны итак приступим я уже подготовила вырезала из фоамирана нужные мне элементы как я делаю это вы видели в предыдущих видео если не видели можете вернуться и просмотреть все очень элементарно значит полоски я просто отмерила вырезала для фигурных элементов елочек звездочек я использовала форму для печенья форму для лепки полимерной глины вы пожалуйста используйте все что у вас есть под руками формы формочки для детской для детского творчества все подойдет и очень легко вы просто если вас фоамиран с глиттером переворачиваете глиттером вниз прикладываете форму хорошенько придавили вас остался очень просматриваемый оттиск по нему ребенку вам легко вырезать пожалуйста работайте итак я все уже подготовила и теперь мы будем клеить это все непосредственно баночки для этого я использую клей пожалуйста нужно использовать горячий пистолет как вам удобней горячий пистолет помним если дети аккуратно следите под вашим присмотром вот прикладываю и такие тонкие полоски белые я хочу сделать по бокам у меня квадратная баночка поэтому такая задумка на сделать выделить эти вот такими белыми полосками так лишь не отрежем и и и и Продолжение следует... Так, поколинки готовы, теперь приступим к... Я хочу закрыть середине тоже, чтобы не были видны наши незаконченные какие-то моменты, да... Она выглядела красивее работа... Поэтому такой же полоской изнутри я проклею... И теперь я соединю между собой эти две полосочки, чтобы закрыть стекло... Так... 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 Дальше... Так... 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 Например, елочку... Или... Что у вас там есть... Зайчик, олененок... Любой элемент, который вы по себе задумали... Так, снег. Можно делать снежинки из, если у вас есть, ну это продаются в любом магазине хобби, товара для хобби, такие самоклеящиеся, бусинки, как жемчужинки, они выглядят как такие приятные снежинки. И ними тоже можно дополнительно украсить. И сейчас с помощью краски мы немного заснежим. Итак, сейчас на стеклянную поверхность с помощью краски, у меня серебро, это акриловая краска, вы можете использовать просто белую акриловую краску. Ну, все, что у вас, может быть, есть у вас какие-то гели с эффектом, морозным эффектом, да. Все, что есть, пожалуйста, используйте, все подходит. Мы немножко придадим такой заснеженный или морозный вид стеклянной поверхности. Для этого гулочка нам нужна краска. Она у меня серебро, но она такая белая, перламутр даже больше. Не знаю, почему серебро здесь указалось, больше она перламутр напоминает. Создает такой полупрозрачный эффект. И это очень, очень даже мне подходит сегодня. И вот аккуратно. Да, где у нас есть? Если вы немножко зайдете на елочку, ничего страшного, даже очень хорошо, дополнительный такой заснеженный ей вид. Так, и в самом конце, где место соединения, здесь немножко украсим еще. Так, я использовала декоративную серебряную нить и подвисочки для дополнительного украшения. Значит, если дети будут использовать баночку как подсвечник, открытое пламя с детьми, это не очень хорошая идея применять. Поэтому я рекомендую вам приобрести вот такую искусственную свечу на работу этот батарейки. Помещают, и можно совершенно спокойно оставлять в детской комнате. И не бояться. Также можно добавить сюда шишки, например, или шарики. Все дополнительные элементы, которые будут украшать, добавлять праздничного настроения в вашем изделии. Можно свечу убрать. И, пожалуйста, подставка для любых предметов канцелярии. Так, благодаря этому видеоуроку ваши дети с легкостью могут заниматься творчеством с удовольствием. И создавать оригинальные украшения для своей комнаты и для дома в целом. Вот такой подсвечник. На сегодняшний день эти уроки мы сделали, а вы, конечно, или дети сами, или вы помогаете детям вместе создавать свои уникальные аксессуары для дома. Но это всегда очень приятно провести время вместе с семьей. Дорогие рукодельницы, подписывайтесь на наш канал Колыбель Искусства. Оставляйте свои комментарии. Всегда я буду очень вам рада. И давайте творить вместе. Субтитры сделал DimaTorzok